10 июня, в день рождения Людмилы Зыкиной, на стене дома, в котором она жила, установили мемориальную доску. Знаменательные события посетила верная помощница артистки Татьяна Свинкова. Она была рядом с Зыкиной с 1985 года и ухаживала за звездой до самой ее смерти. На мероприятии Татьяна Александровна не встретила племянников Людмилы Георгиевны, Сергея, Георгия и Екатерину, хотя тетя оставила родственникам целое состояние и всегда заботилась о них при жизни. Несмотря на то, что в подарок от звезды Свинкова получила только дачу, а драгоценности достались племянникам артистки, те до сих пор негативно настроены по отношению к Татьяне Александровне, я всех троих помню малышами. Людмила Георгиевна дала им все, а как они этим распорядились их воля. Мне обидно только за ее награды государственные, я хотела отдать их в музей. Поделилась Свинкова в программе «Пусть говорят» Татьяна Свинкова заботилась о певице с 1985 го. Фото кадры с программы «Пусть говорят» на Первом канале. В первые за долгие годы Татьяна Александровна встретилась с племянницей Зыкиной. Пожилая женщина с теплотой рассказала, как когда-то гуляла с маленькой Катей, а та пела для нее. Однако наследница состояния артистки восприняла слово Свинковой в штыки. Я пела сама себе, я Татьяну терпеть не могу. Она актриса и не бесплатно работала на тетю. Куда она квартиру делала? Нам наши квартиры не просто так дали, а продав папину. И, кстати, на открытии мемориала я была, просто, когда все ушли, возмутилась Катя. Друзья певицы уверены, своей заботой Татьяна Александровна продлила артистке жизнь. Однако не только Катя сомневается в искренности намерений помощницы. До Свинковой правой рукой Зыкиной была Элеонора Митрофанова. Екатерина Зыкина негативно относится к помощнице тете фото. Кадры с программы «Пусть говорят» на Первом канале. Я была костюмером Людмилы Георгиевны, а Татьяна секретарем. Я думала, мы дружили, порекомендовала Таню Зыкиной. А когда Татьяна появилась в доме певицы, я оказалась больше не нужна. Людмила Георгиевна велела мне уйти. Это очень обидно. Мне неприятно общаться с Татьяной с тех пор, Когда я попросила у них 50 тысяч на операцию, мне отказали. Я сломала ногу, мне нужна была пластина, но денег мне не дали. А Таня сказала, чего ты ожидала? Всем нужна помощь, таких как ты. Много сетовала бывшая помощница Зыкиной. Катя и Татьяна Александровна так и не помирились. Из-за нападок Зыкиной с Винковой даже стало плохо. Нет у меня причин злиться на родных Людмилы Георгиевны как ни крути. Хотя они и думают обо мне нехорошо заключила помощница Зыкиной. Клэс Поуст 661 594 подписчика.